Аул Джигута. Работы на этом объекте начались еще в конце апреля. Сначала рабочие сняли верхний слой земли, сделали основание из гравия, поверх которого уложили слой щебёночно-песчаной смеси. Тяжелая техника все это утрамбовала, и уже скоро начнется новый этап работ. В данное время трактор выравнивает последние штрихи перед асфальтом. Завтра укатаем катком, и завтра планируем ловить асфальт. Затем уже на асфальт рабочие уложат специальное резиновое покрытие, сделают разметку, установят ограждение, облагородят территорию вокруг. Занимается строительством опытная бригада, за плечами которой уже есть готовые объекты по всей республике. А эта площадка, благодаря немалым размерам, 60 метров на 30, отлично подойдет для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол и даже большой теннис. Что немаловажно, заниматься спортом здесь можно будет абсолютно бесплатно. Площадки рассчитаны для населения, для того, чтобы население могло проводить свой досуг, заниматься спортом. Именно уклон сделан на сельские поселения, потому что в городе более-менее развита инфраструктура, здесь с этим слабее. Одним из тех, кто наверняка будет здесь пропадать целыми днями, является Алибек Узденов. Парень спортсмен, занимается смешанными единоборствами, сейчас в основном тренируется на школьных тренажерах, но этого, конечно же, мало. Конечно, жду, не дождусь. Для нашего поколения, для молодежи это очень полезно. Футбол, гонбол, волейбол, баскетбол развивает интеллект, тактику. Еще много у нас молодежи, там ждем, не дождемся играть с друзьями, с взрослым поколением. Они учат и дают знания. По контракту все работы должны быть завершены до 1 сентября. Кстати, это не единственная подобная площадка, которая сейчас строится в республике. Только в одном Джагутинском районе к началу учебного года появится сразу семь подобных объектов. Причем четыре из них будут в сельской местности. Арнес Чоков, Назир Капышев, Архыз, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова